так спасибо за возможность за за то что это визит стал возможным и я хочу представить курс который я читаю для студентов медицинской школе для аспирантов центра здоровья штата техас в юстоне это читаю уже больше чем 10 лет и так читал в других странах японии в германии этот курс в разных но это курс очень большой на самом деле целый семестр и мне хотелось бы сегодня выведение рассказать почему я стал заниматься липидов почему так вот так они важны в жизни и она даже может я вам покажу два слайда потому что липиды как вы знаете это не белки они не кодируются генами поэтому очень трудно изучать липиды и один ученый олаф андерсон сказал что когда ты нашел какой-то пытайся решить механизм и не можешь ее решить ты привлекаешь липиды то есть как говорят сейчас политики говорят что ну ты не могут найти кто виноват значит русские виноваты там рашинг делятся все я даже сделал такой слайд и вот так же и с липидами то есть рашинг деда то есть если ты не можешь решить механизм то значит можно привлечь или что белки очень конформационных как flexible а если ты можешь объяснить липид что происходит с мембранами лками товарищ значит липида виноваты и то есть я вот написал я буду рассказывать о механизмом про холдинга в мембранных белков то есть липида и в сегодняшней лекции я хочу рассказать я начну с гидрофобного эффекта то есть вот поэтому мне алипиды привлекли давно потому что их очень много и что они делают к я функции в клетке до сих пор неизвестны можно сказать если ты например растишь бактерии написать это ракетином фосфате и потом прикладываешь тонкослойную хроматографию кременовской пленки там за ночь у тебя проявится столько многих тысячи липидов как функции которых еще нет это в бактерии я говорю то же самое с липидами животных и растений пожалуйста есть что-то непонятно перепели пивайте я не мог перевести все на русский язык то есть сегодня я начну свою лекцию по биологическим мембранам струкции структуры и функции начну с гидрофобные эффекта то есть я объясню почему мембраны вообще формируются спонтан спонтанно и мгновенно это спонтанный процесс почему белки сворачивается например почему ионные детальенты из ds денатурирует про протинки а хотя но ионные детальенты как тритон солюбизирует я стр часто спрашиваю многих студентов как из ds работы вот мы даю давайте вот скажите вот мне как работает из ds мы добавляем динтурируем белок вот как он работает у меня никто не студентов до сих пор в какой стране я спрашиваю не знают вот почему из ds денатурирует белок вот я попытаюсь ответить на этот вопрос какой кстати вот и да кто может они скажут почему из ds денатурирует вилки хорошо попытаюсь объяснить я нормально говорю как там не не путаю слова вот гидрофобный эффект чарльз танфорд он был в принц и не в это время написал несколько статей в шестьдесятые годы которые незаслуженно забыты я считаю что человек который заслужил нобельскую премию также как и отцы на крик я вам расскажу о нем вот я так начинаю лекции студентов я стараюсь в своих лекций дать все чтобы у них то чтобы они думали потом на моем материале то есть я всегда считаю что вот для для студентов читаю что пизде или докторов и философии или здесь доклад и цида это не технической игры это философия то есть главное чтобы студенты должны ночь и сами придумывать и думать то есть это не инженеры не поэтому важно то есть я пытаюсь провоцировать студентов лекции чтобы они думали сюда хорошо наверное это начну прямо сразу вот структуру биологических мембран это старая струку структура который чем она отличается от последней структуры что до образуется липиды образует бислой который строится белки новые структуры говорит что липиды образует домены или ровцы или ансамбли то есть разница между двумя структурами оригинальный сын жиром и николсон и новой структуры что вообще белки если аминокислоты белка связаны ковалент это липиды в мембране они ковалентно связаны то есть они может поэтому двигаться из одного монослоя в другой лироты латерально то есть липиды это вообще уникальные такие молекулы которые очень во первых их разнообразие по головкам по хвостам такое что может эти ансамбли может столько вариантов быть что даже невозможно себя представить вот гидрофобный эффект вот этот доктор часто тенфорд и из принцского университета он опубликовал серию статьи написал книжку вот гидрофобный эффект форме щеном и мастер линбалой джекал мэмбринс second edition вообще книжка написано сложно это были шестятые годы когда в америке там дети цветов хиппи это я всегда мне кажется она это писалось под когда они все были под каким-то влиянием поэтому читать ее невозможно я поэтому когда говорю студенту это не значит что вы должны читать ее как это сказать но вы поняли вот и единственное где вот он привлек хайдрофобик это хайдрофобик возникает их хидро хайдро это греческое слово то есть она смешивается вода и фобик это фобус тоже греческая то есть это все происходит когда ты как бы масло выливаешь воду и он часто он сказал что это хайдрофобик эффект это это очень самые важнейшие force force ракша организации на ливен метр я объясню почему вот этот хайдрофобик и значит все липиды от в том числе также все масла они отличаются от компаунтов которые легко растворимы в воде отличается тем что они так сказать hate ненавидят воду и не смешивается с водой к этому классу молекул относятся детериенты где головка хайдрофильные и хвост хайдрофобные относятся липиды которых также головка хайдрофильная и хвост неполярный то есть на самом деле эти молекулы то есть они происходят привозят такую шизофрению что они одновременно и хайдрофильные и хайдрофобные вот из этого все и происходит то есть белки тоже мембранные белки они также они имеют гидрофобные моменты и водорастволеемые моменты и поэтому они встраиваются мембрану так что гидрофобная часть находится в гидрофобной части мембрана гидрофильные смотрят наружу кроме того все водородные связи внутри молекулы должны быть удовлетворены потому что воды в мембране нет и они все водородные связи образуются внутри белковый молек это будет важно моих последующих я покажу на следующих слайдах вот хидрофобный эффект все все процессы в природе они дарят как сказать driven они движутся если энтропия увеличивается да это free energy of гипс или гипс free energy она должна быть чтобы процесс был чтобы процесс шел она должна быть отрицательную величину а энтальпии должно положить то есть это уравнение 4 уравнение должно всегда быть отрицательное чтобы процесс был как бы favorable то есть когда мы сливаем oil смешиваем воду то есть здесь возникает парадокс что как бы intro энтропия системы на самом деле как бы вроде разделяются фазы и и энтропия система не увеличивается ну чтобы проиллюстрировать это надо понять почему при смешивании жиров липидов деталь ентов энтропия увеличивается они уменьшаются ну как вы знаете что вода это диполь молекула или за то что электроны в общее то есть получая электро негативные электропозитивные атомы и вся вода образует может участвовать образование водородных связей и в структуре льда например каждая молекула воды каждая молекула воды каждая молекула воды образует 4 водородной связи это максимум связи который может образовать вода в обычных же при комнатной температуре только две водородные связи это связи постоянно флуктую флуктуировать то есть энтропия системы воды в энтропия во льду намного меньше чем чем при комнатной температуре и когда мы вот теперь представим что мы смешиваем там масло и воду и что можно представить вода в все в молекулы воды они постоянном движении флуктуировать и когда мы даем масло в воде то можно представить то есть вот чартан спросил спросил себя что получается структуры воды когда мы выливаем масло туда и оказалось что в оказалось что вода вода формирует такие структуры вокруг гидрофобных молекул так называемые квадраты то есть вода организуется вокруг гидрофобный или вокруг целый гидрофобный молекул или вокруг липидного хвоста то есть получается такая решетка напоминающая решетку во льду и и этот процесс то есть процесс то есть вот эта флуктуация он сильно замедлен и когда мы помещаем липид вот головка полярные хвост полярный то вот это вот упорядоченная структура воды формируется вокруг липидного липидного хвоста и получается что что как бы энтропия системы уменьшается уменьшается как более положительный вот это свободный энергии энергии гипса и что получается если больше и больше молекул добавляется чтобы избежать контакта с водой они начинаются взаимодействовать с собой чтобы минимизировать контакт с водой то есть вот как вы представьте себе вот возьмете вот четыре кубика если надо вам покрасить покрасить каждый из них вам нужно покрасить 24 их поверхность а если вы их соедините вместе то всего только 16 то есть получается когда вы как бы бросаете молекулы липидов в воде они начинаются друг другом собираться чтобы минимизировать контакты с водой и это получается что что система то есть в молекулы воды который окружает энтропия системы в целом увеличивается потому что меньше упорядоченных молекул которые образуют эта структура вокруг каждой молекулы то есть процесс на самом деле термодинамический выгоден потому что молекулы начинают как бы друг другом взаимодействовать чтобы так уменьшить взаимодействие с водой то есть получается что гидрофобные эфиры на самом деле это процесс термодинамический выгоден потому что общая энтропия системы увеличивается то есть вот молекулы липидов начинают взаимодействие с собой чтобы так сказать предотвратить возможность со строя взаимодействия с водой то есть получается что гидрофобный эффект у нас основан на том что эти мои части молекул не любят воду и стараться взаимодействовать с собой чтобы минимизировать то есть вот как бы получается что я показывал этот слайд что получается что они объединяются вместе чтобы никто не посмотрел и этот получил по шапке от декана за это слайд один раз поэтому гидрофобный эффект это ключевая как концепт в биохимии потому что он важен для форму формирования мембран действие детерегентов фрукал динга белка и других никовалентных процессов то есть гидрофобный эффект объясняет все процессы которые не идут биосинтическим путем то есть это никоваленное взаимодействие включает ионные взаимодействие через связи ионные водородные связи его на клое вот эти очень на короткие расстояния вандер вальсовой то есть это все потому что про свойства воды которые обычно флуктуирует молекулы моим могут образовывать водородные связи между собой ну когда ты даешь им гидрофобную молекулу а это гидрофобные молекулы спонтанно с начинает взаимодействовать друг другом и образовывать разные структуры или мицеллы или мембраны но важное свойство и гидрофобного эффекта что эти вот связи которые кажутся не очень такие как строгие сильные но когда они вместе их много они позволяют формироваться мембранами и мембраны могут изгибаться менять форму то есть и и белки точно также белки этот как вот когда он свернулся потому что здесь играет большой слой сворачивающих белков гидрофобный эффект то они также могут разворачиваться или там менять конформацию работой как ферменты вот например фолдинг белка то есть вот вы вот был раскрученный белок да у него здесь окружен водой водой он содержит гидрофобные остатки да и посмотрите как вот у него строится в мембрану такому да но когда он начинает скручивается скручивается спираль и образовывать водородные связи между n и часе у групп внутри то есть все контакты с водой минифизированы уже спонтанно спираль может образовываться вот как у нас но и гидрофобные эффекты то есть и встроиться в мембрану вот как вы просто встроить этот белок в мембрану тут же в мембране нет воды а вот и все с каждой аминокислот взаимодействует с водой конечно когда он встроится в мембрану с него строится мембрану легче если он свернулся в альфа-спираль то есть вот принцип гидрофобные эффекты на фолдинге белков то есть вот все иные чисел групп они связаны водородными связями между собой и поэтому намного легче встроиться этом белку мембраны и фолдинг белка в альфа-спирали он спонтанный потому что вот потому что работает гидрофобный эффект вот здесь показано что водородные связи образуются внутри белковые молекулы каждые четыре резиден образуется альфа-хелик который легко может строиться в мембрану то есть вот это одна из важных статей tarford in science что гидрофобные эффекты организации of living matter то есть биологическая организация может быть рассматриваться как или состоять из двух стадий это биосинтез и сборки если биосинтез контролируется ферментами то сборка фолдинг белков образование мембран встроение контролируется термодинамическим контролем или гидрофобным эффектом то есть это основан на репалсе force of forces как я уже там сказал instead attractor force то есть это как бы ну как каунтер интуитивно что присутствие воды и позволяет малево образоваться мембранам из края скучу скручиваться белка и это вот этих термодинами термодинамика который объясняется гидрофобным эффектом она ответственно за сворачивание белков и в специфические тримерные структуры это путь и объясняет почему белок это not dead-end фолдер страхи то есть он не скрутился он может функционировать как фермент это также респонд ответственность за сборку мембран и спонтане из фолдинг и это же я к я говорил поскольку это все молекулы в мембране связаны нековалентно это делает мембраны как мембраны могут изменять форму то есть образуется клеточная мембрана не может сгибаться и так далее теперь я вот перейду к детергентам то есть детергенты и липиды в детергенты имеют также как и липиды гидрофобный tail и головку но еще если рассмотреть геометрический шейф или как форма молекул они конусовидные поэтому я легко образует мицеллу вот если рассмотреть геометрические шеи выпуск один хвост и одна головка они образуют форму мицеллы вот как это видно структуру мицелл тут детериент актил глик и вот так выглядит она мицелла липидный тут важное понятие которое нужно ввести это критическая концентрациями целое образование линды бежит critical my cell concentration для каждого детериента в вы увеличивать концентрация например из ds а вот здесь и потом замеряете оптическую плотность и смотри и когда увеличить концентрации и вы можете найти концентрацию которая называется концентрация критического мицеллообразования кота как оптической плотности резкого увеличить то есть образуется мономер и объединяться в мицеллы вот это вот величина концентрация критического мицеллообразования очень важно для понимания как работает из ds и как работает тритон или другие детергент которые используют для солюбилизации мембранных белков вот из ds молекулы из ds молекул это как про на похоже на ли пицца с одним хвостом это хвост и здесь головка отрицательные заряженные то есть все детериенты делятся на 3 5 5 категории ионные детериенты но и ионные цвета рионе который к держит содержит симул теннис позитивные отрицательные заряды вместе то есть вот здесь все показано этом слайде вот эти 7 sick critical концентрация критической концентрация мицеллообразования что на разные для тренге для из ds вот где он тут судим я первый 8 миллимоль как из ds работает это опять же открыл чарльд тенфорд он написал эту книгу и несколько статей из ds вот я вам говорил что в белковой молекуле между каждой четвертой аминокислотой между энэйдж между водородом и кислорода образуется водородная связь дел с ds когда встраивается он взаимодействует образует водородную связь между энэйджи группы в одном шаге спирали энэйджи группы в следующем шаге спирает то есть он как бы образует цилиндра внутри белковые молекулы то есть вот если взять вот 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 взять с формируется взаимодействует он и он потом начинает во сколько он конкурирует разбивают эти водородные связи молекул начинает раскручиваться вот из ds вот вот таким образом работали здесь он просто формирует водородные связи водородные связи и разбивают белковые молекулы она раскручивается вот так на самом действии этот был описан в какие-то там 77 70-м году рейнольд забыл жена чаю танфорда описали это в статье в журнале биохимия то есть на самом деле очень простой мне когда это я прочитал мне это поразило что вот она вот вот раз и вот вот представили вот молекула дина туре равана но еще важно есть часть тару таймфорд ввел такую понятие как из-за 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 термические взаимодействия что он показал то есть вот такой сделал эксперимент то есть он изменял взял белок я уже не помню какой он в этом случае взял он так называемые это не знаю как перевести на русский баня хаза кривые за термического связанные может быть он взял без и мне кажется альбумин и начал изменять концентрацию sds и вот смотрите что получается и если измерял сколько молекул sds связано вот вы смешали взяли альбумин добавили сдс и увеличиваете на концентрацию sds здесь логарифм отрицательно то есть как бы увеличить не тут уменьшает на самом деле велись вот увеличивается 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 и потом резко изменяется количество молекул которые связаны это значит что что происходит какие-то кооперативные изменения как вы можете объяснить что его связывалось как бы по закону как это мыс action то есть вот больше больше молекул села а потом всплеск такой и стала связываться там в 10 тысяч раз больше то есть это значит что белок развернулся то есть из десла что я говорил когда он развернул все вот это вот и произошло вот это кооперативные изменения эти кооперативные изменения произошли тогда когда еще концентрация мицелла критическая концентрация мицеллообразование было недостигнуто то есть sds работает как мономер и вот как я говорил мономер Они разбивают структуру белка полностью, и это не формирует мицеллы. В этом разница действия ионных и неионных детергентов. То есть происходит так, что вот эти кооперативные изменения в системе или в белке, они имеют место в белке, когда не связаны концентрации детергента ниже концентрации, критической концентрации мицелообразования. То есть в такой происходит момент, когда много-много молекул мгновенно взаимодействует, и белок денатурирует. И поэтому СДС и другие ионные детергенты, они связывают и интерируют практически все белки, растворимые и нерастворимые. То есть СДС и отрицательные заряженные молекулы, она элиминирует, я говорю, все белки будут денатурируются СДС, неважно, это растворимые. И они все получают отрицательный заряд, поскольку это молекулы СДС и отрицательные заряды. И это используется в электрофорезе, который разделяет, когда электрическое поле направляется, разделяет эти заряды. Поскольку мембранные белки содержат в новых гидроформных участках, разница в том, что в зависимости СДС с мембранными белками, что они не полностью, и поэтому мембранные белки не разделяются, в отличие от растворимых, по молекулярному весу. То есть молекулярный вес отличается от мембранных белков СДС. Поэтому точно определить молекулярный вес мембранных белков СПОМ в СДС электрофорезе невозможно. Но есть еще другие детериенты. Я сказал, кроме ионных детериентов, есть нон-ионные детериенты. К ним относятся, например, Тритон, X100 или ЧАПС, который цевитерионный. Я пытаюсь вам объяснить, что если ионные детериенты денатурируют белок, то не ионные, нон-ионные детериенты. Они наоборот, белок могут экстрагировать из мембран белок в натуральной форме. Вот такая же изотерма, когда Тенфорд делал эксперимент, когда он взял мембранный белок, но не вычислился, альбумин, а цитохром, он точно так же начал изменять концентрацию, но уже не СДС, а диоксихолата. Здесь тоже количество молекулярного диоксихолата связано с этим белком. Здесь что-то происходит. То есть ничего не происходит до тех пор, когда концентрация детериента достигнет концентрации критического мицеллообразования. То есть здесь происходят большие кооперативные изменения. Это значит, что здесь происходит, вначале мицеллообразуется, а потом уже белок встраивается туда. То есть здесь все события происходят здесь. Сначала детериент формирует мицелло, а потом уже белок встраивается в эту мицелло. И поэтому это позволяет белку экстрагироваться прямо из мембран, из липидов в его нативной форме. То есть кооперативные связаны здесь происходят вокруг критической концентрации мицеллообразования. То есть мицелло вначале формируется, и потом белок экстрагируется из мембраны. То есть, как показано здесь, из учебника я взял. Если в мембранный белок вы добавляете нон-ионный детериент, образуются мицеллы, которые, мицеллы образуются в начале, в который встраивается белок. Но остаются, если есть еще липиды, остаются еще смешанные мицеллы. То есть разница между детериентами, ионными-неионными, что нон-ионный детериент, они сначала ассоциируются с собой, образуют мицеллы, а потом взаимодействуют с белками. Но, конечно, это только может происходить с мембранными белками. Поэтому неионные детериенты используются для солюбилизации мембранных белков. Ну и поэтому можно использовать эту систему, чтобы реконструировать белок в мембрану. То есть берешь мембрану, обрабатываешь ее неионным детериентом, который заключает белок в мицеллу. И потом просто, если детериент имеет большую CMC, которую очень легко разбавить, или диализом, или разбавлением, или гельфильтрацией, то потом просто, когда обработал мембрану в присутствии липосом, неионным детериентом часто используется актилглюкозид, потом диализовал, и образуется у тебя реконструированный белок. То есть вот что из этого нужно заключить? Что гидрофобный эффект – это основная движущая сила в сборке белков. Она может объяснять, почему белок сворачивается, почему мембрана формируется, я это покажу на следующих слайдах. И надо понять два принципа детериента – ионный и неионный. Ионные детериенты диантурируют все без исключения, белки конкурируют с водородной связью. А неионные детериенты ассоциируют между собой, образуются мицеллы, куда успешно встраиваются белки. Поэтому ионные детериенты всегда диантурируют белки, а неионные детериенты используются для экстракции белков в их нативном виде. Теперь я перейду к липидам. То есть вот эти понятия, я, конечно, все сократил, может, быстро получилось, но просто гидрофобный эффект до сих пор полностью игнорируется во всех лекциях, и не смотрят на него как главную организующую силу в природе, поскольку он объясняет все нековалентные взаимодействия от сборки липидов в мембрану до сворачивания мембранных белков. Наверное, быстро очень, да? Что-то, да, все-таки говорить сложно, я не ожидал так. Может, какие вопросы сейчас есть? Я говорил о мембранах сейчас, то есть я попытался объяснить, что поскольку существует гидрофобный эффект, детериенты могут образовывать мицеллу, и имея такая важная величина, как концентрация критического мицеллообразования. Липиды, как я говорил, это амфипатические молекулы, как и детергент, то есть полярная головка и жирнокислотный хвост. Вот они, липиды, отличаются по величине и заряду головок, по степени насыщенных жирных хвостов, природе, так называемая, бэкбон, или, может быть, глицерол, или даже аминокислота, как пролин в случае сфинголипидов и типу бэкбон, как я сказал. Но главное, что они амфипатические молекулы, где головка гидрофильная, а хвост гидрофобный. Головки очень различаются. Например, самые распространенные липиды – это стилхолин, где головку образовывает холин, где аминогруппа модифицирована тремя метильными группами. Это фостилхолин – один из самых распроянных липидов в иокариотах. Фостилэциноламин – самый распроянный липид в бактериях, против иокариотах. Фостилсирин – это липид, где головка образована сирином. Это липид, который в основном функционирует как предшественник фостилэциноламина в бактериях. И очень важная роль его при апоптозе, когда клетки умирают. Почему-то до сих пор многие – это разная теория. Почему фостилсирин начинает изменять свою асимметрию и обнаруживается во внешнем листке? Я о этом позже поговорю. Фостилглицерол – это отрицательный заряженный липид. Если фостилхолин – нейтральный липид, то фостиламин – тоже нейтральный цвитарионик. Он имеет положительную отрицательную головку одновременно. То фостилглицерол и кардиолепин, который как-то сиамский близнец кардиолепин – это сиамский близнец фостилглицерина, как бы две молекулы вместе, они придают мембране отрицательный заряд. Инозитол очень важный. Фостиланозитол – липиды важны, которые очень важны в сигналинге, потому что они участвуют в разных каскадах, которые опосредованы фосфолипазами. Здесь нарисованы структуры фосфатидной кислоты, которая как предшественник фосфолипидного биосинтеза в стилтеноламин. Как видите, здесь головка фостилтеноламин. Поэтому этот липид считается нейтральным, поскольку на самом деле вот эта головка изогнутая, это праймариамин, взаимодействует с отрицательным зарядом атом кислорода, и молекул в целом электронейтральна. Вот этот фостилхолин, где я говорил, что это праймариамин, он метилирован тремя метильными группами. Это вот отрицательный, здесь фостилхолин, то есть у них все эти липиды, у них бэкбон, который энтерифицирован жирными кислотами, он представлен в молекулы глицерола. Хотя у свинголипидов бэкбон, вот здесь вот показано, представлен как бы молекулой серина, вот в этом отличие от глицера фосфолипидов от свинголипидов. Очень важно, что при зиологической PH в стилглицерин, кардиолипин, в сватидной кислотах стилсерин и в стиланезитол продают в мембране отрицательно заряженный заряд. Я в лекции завтра объясню, почему отрицательный заряд важен для мембраны. Хотя фостилхолин и фстилатоламин не несут заряда. И это очень важно, потому что все биологические мембраны в природе, у всех отрицательный заряд должен быть всегда разбавлен или всегда должен быть разбавлен липидом, который несет заряда. Если даже мембрана очень сильно или отрицательно заряжена, то, например, бактерии синтезируют липиды лизил, фостилглицерин, который несет положительный заряд. Даже вот я здесь иллюстрировал, в бактериях всегда присутствует нейтральный липид, липид, который несет заряд. Потому что это, я покажу, это важно для встраивания белков и их конформации в мембране, правильное соотношение отрицательных и положительных зарядов. И в бактериях, которые содержат очень много отрицательных зарядов, вот смотрите, фостилглицерин и кардиолепин, они начинают синтезировать, здесь кажется, вот лизил, пиджик, положительный заряд, вот эти лактобацилы, у них очень мембрана отрицательно заряжена. И они начинают синтезировать уникальный липид, который головка моделяется лизином, положительный заряд, чтобы разбавить очень отрицательно. Это очень физиологически важно, и это единственный липид, который использует для своего синтеза транспортный РНК, как белковый синтез. Потому что, чтобы доставить лизин к липиду, используется транспортный РНК. Как может меняться чашь мембраны? Он может меняться, конечно, под ДНОВА, новыми синтезированными липидами, или может меняться после сборки. Если ДНОВА, то, например, кидазы могут фосфолилировать, сделанный азитол, и добавлять количество фосфатов, чтобы мембрана становится более электроотрицательной. Разная фосфолипаза, например, фосфолипаза С, может откусывать головку и элиминировать этот заряд. Это общая схема синтеза липидов у бактерий. Все синтез липиды начинаются с фатидной кислоты. Здесь различные ферменты участвуют в фотосинтезе. И до сих пор неизвестно, как регулируется количество отрицательно заряженных и количество нейтральных липидов в мембране. Интересный липид кардиолепин. Кардиолепин – это единственный липид, у которого расстояние между фосфатами в его группе одинаково, такое же, как в ДНК. До сих пор неизвестно, почему расстояние между фосфатами в молекуле ДНК и кардиолепин – это то же самое. Поэтому антитела, которые в разных болезнях образуются от сифилиса до разных аутоименовых заболеваний, они узнают и ДНК, и кардиолепин. До сих пор это непонятно, почему так в природе произошло. Было обнаружено, что кардиолепин важен для репликации ДНК, но до сих пор этот вопрос остается открытым. Также кардиолепин, поскольку у него ПКА, как это по-русски, группы различных, то он может связывать протоны и участвовать в выкислительном фосфолиерировании. Сфинголипиды, я говорил, это же не фосфоглицерилипиды, у них пралиновые вместо глицерина аминокислота находятся. Эти свинголепиды, я буду рассказывать о липиде зависимых фолдинге, о липидах как липошопероны, я расскажу, почему эти липиды участвуют в фолдинге мембранных белков. В фолдинге прионов и болезни вызывания приона участвуют липиды, которых очень много в тканях мозга, так называемые ганглиозиды, в которых разные сахара в составе головок. Я об этом точно так же расскажу завтра. Есть еще липиды, которые существуют в некоторых бактериях в своем растении, это так называемые гликолипиды, которые в головке имеют или галактозу в растении, или глюкозу в бактериях. Эти липиды интересны с тем, что они могут изменять фазы мембраны, например, моноглайка или моногалактолипиды, они придают мембране свойства бислоя, они наоборот, которые содержат в головке два сахара или две галактозы или две глюкозы, они придают в мембране слово бислоя, а те, которые липиды содержат один сахар, они могут, наоборот, нарушать бислоя и образовывать такие небеслояные структуры. Я позже в этом покажу. Вот эти два липида, где от моногалактозы наоборот, может, так сказать, разрушить структуру бислоя. Липополисхарид можно тоже рассматривать как необычные липиды, у которых бэкбонд состоит из двух шоурных остаток, которые модифицированы 6-7 жирными кислотами. Эти гликолепиды участвуют в образовании структуры или оболочки грамма-отрицательных бактерий, где он придает асимметричную, придает асимметрию внешней мембраны, где внешняя мембрана состоит, грамма-отрицательной бактерии состоит из двух монослоев. Один слой состоит из липополисахарида и внутренний слой, который смотрит в переплазму, состоит из фустилотоноламина. У архибактерии содержат очень уникальные липиды, так называемые фитониллипиды. Этих липиды, в отличие вот здесь я пытался показать, что в обычных липидах глицерол это в эльформе, а в архибактерии он в форме стереоазомера диаглицерола. Также связаны, вы видите, они различные интерфицированы жирно-кислотами, где совершенно природа связи очень различна. И что интересно, в архибактериях липиды не работают, что могут даже образовывать уникальные, так называемые, циклические бактерии, которые пронизывают мембрану, видно здесь, вот смотрите, просто циклический липид, он пронизывает в мембране, это яркая характеристика архибактерии. Здесь я изобразил состав, все структуры органеллы сильно различаются по липидному составу. Важное свойство и критических сил, что органеллы содержат разное количество холестерина, например, меньше холестерина в эндоплазматическом ретикле, все больше в эндосомах, в лизосомах и потом достигает максимум в мембране, в плазматической мембране. Вот это я просто кратко описал, какие липиды существуют, и давай теперь я объясню, как гидрофобный эффект позволяет формироваться мембрана, и почему мембрана всегда без слоя. То есть фосфолипиды как амфипатичны, значит гидрофобный эффект, он также должен появляться, как и в случае детериентов. Я уже говорил, что CMC детериентов, вот видите, ну всегда, часто это в миллималярной концентрации. Хотя, если задаться вопросом, какая CMC концентрация критическими салонарами полиэпидов, ее оказывается даже невозможно измерить. Такая она маленькая. То есть, если вы можете, так сказать, видите, когда вот я показывал график, когда увеличить концентрацию детериента из ДС, измеряете плотность, потом идет и идет и образуется мицелло, то тут такая величина для, видите, CMC, 8 в 4, в 10 минус 12 степени. поэтому липиды даже в принципе, если они смешиваются водой, они мгновенно, мгновенно образуют мембрану. Потому что они даже не могут существовать поодиночке. То есть, если мицелло, вы можете своим глазом заметить, как мицелло образуется, то если вы смешаете липиды с водой, мембраны образуются мгновенно. То есть, если вы смешаете липид с водой, это происходит, поскольку концентрация критического мицеллообразования такая маленькая, что ее даже невозможно измерить. Но почему образуется бесслой? Я говорил, что детерегенты имеют коническую форму, потому что большая головка и один хвост, а липиды образуют цилиндрическую форму. Поэтому логично видеть, почему мицелло образуется мицелло, если из конусов собрать мицелло, и почему образуется бесслло, поскольку липиды имеют бесслойную форму. Вот и вот это эксперимент был проведен, и действительно почему это было показано, когда первой структуры мембран было показано, что липиды образуют бесслой. То есть гидрофобный эффект позволяет мгновенно и просто спонтанно образовываться мембрана, поскольку величина критического мицеллообразования неразмеримо и соизмеримо мала. Ну а теперь, если образовался бесслой, то опять термодинамически невыгодно, чтобы эти концы были открыты, потому что, как вы помните, здесь же вода оккупирует вот эти свободные концы, и это терминически невыгодно, потому что энтропия система уменьшится. И поэтому они спонтанно замкнутся и образуют липосомы или структуру или клеточную мембрану. То есть два момента. Критическое концентрационное мицеллообразование ничтожно мала, и второе, что вот эта структура с открытыми, с открытыми, как сказать, с областями, которые видят вот, они терминологически невыгодные, замкнется, образуются или липосомы, или клетка. И действительно, это было еще в 60-е годы построено, что образуются бесслойные липосомы, которые можно посмотреть под электронным микроскопом. И используя нейтронные дифракции, можно толщину бесслоя измерить. И было показано, что электронная плотность, вот здесь видите, электронная плотность семенами уменьшается, то есть хвосты мембране не касаются друг друга. Вы видите, электронная плотность. И была измерена толщина бесслоя, которая составляет 20 ангстремов. Конечно, это не постоянная величина, это флуктуирующая. И вот эти 1-2 ангстремов по головкам, то есть мембрана, как говорил, поскольку липиды нековалентно связаны, она позволяет как бы мембранам изменяться, дышать, и мембрана как бы такое живое существо. И очень много, то есть теперь мы переходим от детергентов к липосомам и живым мембранам. И многие биологические процессы могут быть удовлетворены только одними липидами, без белков. Как почему когда-то опарин предположил, что мицеллы составили основную основу жизни. Даже без белков. Почему много функций мембран могут удовлетворены просто липидами, я об этом позже расскажу. Липиды, как я говорю, они нековалентно связаны, то есть они могут двигаться как и латерально, они могут как и перемещаться между двумя би-слоями. И характерные свойства мембран это асимметрия. Обычно в эритроцитах и других мембранах фастилсерин, вот показанный фастилсерин, смотрят в цитоплазму, а фастилхолин и свингамилин смотрят наружу. Но при некоторых процессах при клеточной смерти асимметрия фастилсерина меняется. Возможно, это связано с сигналингом, который происходит с конформацией белков, я позже об этом расскажу. Я об этом говорил, что поскольку липиды не связаны ковалентно, они могут взаимодействовать и образовать такие временно живущие ансамбли, как латерально, так и трансмембранно. Это очень важно для понятия мембран. Что теперь асимметрия? Какова функция асимметрия? Почему все биологические мембраны асимметричны? И вообще, это до сих пор неизвестно, почему мембраны асимметричны. Особенно про бактерии. До сих пор неизвестно, симметричны мембраны или нет. Я заинтересовался очень давно и только недавно удалось поставить какие-то эксперименты на бактерии. Как мы попытались это сделать? Вот мы поставили вопрос, действительно, асимметричны ли бактерии, до сих пор неизвестно, мембраны или нет. И можем ли, второй вопрос, можем ли изменить, если это измембраны асимметрично, можем ли изменить асимметрию мембран. Я нашел агент, так называют тринитро-бензо-бензо-сульфоник эсет, ковалентно может связаться с головкой зелотоноламина, который содержит праймари амин. То есть эта связь ковалентная, поэтому также известно, что эта тринитро-бензонная кислота не может проницать через мембрану. И вот мы сделали эксперименты, когда Сережа Рябичко работал, он представит в этой диссертации, это еще не опубликовано, что мы приготовили визикулы из мембран и обработали их вот этот тринитро-бензо-бензо-бензоне разными концентрациями. Мы взяли в лед, поставили туда эти липосомы, я не буду олипсом говорить, или визикулы из мембран, добавили ТНБС, мы пометили радиоактивным фосфором до этого клетки, из которых пообращивали визикулы. И вот смотрите, вот был фостилатоноламин, мы брали клетки которых нет фастилотоламина как контроль вот клетки стилотоламином и он посмотрите вот фастилотоламин вот начала появляться новое пятно 3 нитро финила этот форм а потом мы обработали мембраны детериентом и где еще больше пятна вставить и 3 н пи пи стал еще больше то есть и мы предположили что сделал амин и асимметричен то есть тогда мы модифицировали вот его снаружи потом добавили детериенты модифицировали вес вес сделала момент оказалось что действительно мембрана асимметрично то есть мембрана бактерии содержит 70 процентов сделано здесь и 30 процентов здесь если она асимметрично топлю то для чего это нужно обычно симметричная симметрия мембране поддерживается разными флипазами которые должны это симметрию поддерживать их много известно у бактериях известны вот эти вот фосфолипазы или флопазы или флипазы которые поддерживают асимметрии механизм еще не неизвестен многие предполагают так сказать механизм который как это кредитной карточкой проводишь через терминал то есть вот флипаза это терминомически невыгодно перенести растворимые то есть полярную головку через мембрану поэтому вот вы когда проводите карточкой вот как бы головка проходит по такому как это груз или вот в белке и происходит flip-flop мы недавно охарактеризовали одну фосфолипазов бактерии которые переносит лиза формы у него бактерий как я говорил то есть система которая синтезирует положительные заряженные белки где транспортный рынка доставляет лизин молекуле липидов и такие же ферменты которые часто биосинтеза белков участвуют в этом липиде этот уникальный белок у него есть 2 то есть он стоит из двух частей одна которая синтезирует лизил фастилоглицерол а вторая это флипаза который его переносит на другую сторону и вот кого же эта функция этого липида этот вот это мперф белок который имеет синтезную часть вот смотрите лизиловый трнк она переносит доставляет это лизин к синтезе получает или лизил положительно заряженный фастилоглицерол и потом флипаза переносит его на другую часть монослоя кого же функция этого белка мы сережей также используя такой же прием взяли только такую три нитро бензосульфоник кислота который также будет модифицировать лизин и провели такой же эксперимент и как видите вот смотрите здесь lpg здесь ну когда вы обрабатывали клетки вы видите вот его не было ну он мгновенно 3 нет филировала то есть его не было взаимодействия но когда мы добавили детергент то есть он весь превратился вот 3 нет филированную форму то есть мы предположили что он образует такое асимметричное расположение то есть действительно и он мы добавили tnbs никакого модификации не было видите и когда только мы мембрану детергентом растворили появилось пятно то есть действительно бактериальной мембраной асимметричная не асимметричная пустил там амин и полезил пастил глицерина зачем это важно мы взяли эти клетки где асимметрии доказано мы взяли два белка один белок который может только синтезировать это не пилок синтез транслоцировать и посмотрели есть ли разница действительно вот мы отрезали первые 8 трансмембранных доменов и этот белок не может работать как флипаза и как видите из этого эксперимента то есть этот поскольку он не может транслоцировать весь это липид мгновенно модифицировался это три нитро сульфоник кислотой то есть здесь если вы отрежете кусочек это белка который отвечает до транслоказная активность то этот липид весь присутствует до одной стороне мембраны и только вот видеть никакой разницы было без здесь без детериентом то есть и чтобы ответить для чего это важно мы предположили что поскольку он положительный заряжен этот липид если он транслацировать другой мистер мистер номера он должен электро отталкивать протоны и чтобы проверить это мы выросли дали растить клетки при кислом ph и вы видите ведь если эти клетки содержат этот положительный зарядный липид они могут расти при очень кислом ph на видео действительно физиологическая функция этого липида отталкивать протоны и позволять им расти при низких ph то есть это мы предположили что чтобы бактерии могли расти при низких ph и им нужен этот липид то есть если смотрите он положительно заряженный он будет электро отталкивать протоны и позволяет бактериям расти вторая функция асимметрии это они могут отвечать за связывание с разными положительно заряженными антибиотиками или пептидами они также будут их электро отталкивать и клетки должны быть резистым это не чувствительно к этому мы проверили это дело в тест это очень обычный тест который делается в больницах когда рассевается бактерии потом бросается такая бумажка где градиент антибиотика ведь эти эти бактерии убиты которые если вот это пересечение вот это где вот это вот лидия где бактерии не растут пересекает эту бумажку это вот это дает вам концентрацию минимальный ингибирование для этого антибиотика это как больницах отбираются если неизвестные бактерии какую концентрацию антибиотика дать чтобы он был эффективный опять же мы использовали этот подход мы взяли где вот этот отрезали 8 8 трансмерно доменным то есть взяли штамм который может и синтезировать и перебрасывать белок на другую сторону мембраны также который не может то есть мембрана была или асимметрично или несимметрично и получилось интересно что видите если тот белок экспрессируется который поддержит асимметрию липид они резистентны как положительно заряженного антибиотика доптомайсон а тот который не может это видите бактерии умирают то есть мы предполагаем что вот это распределение трансмембранные лизил положительно заряжена лазил фастилоглицерина важно развелась чтобы предотвратить действие действия катионных положительно заряженных антибиотиков то есть этим мы показали это данные еще не опубликованы что асимметрия липидов важно для чувствительности к антибиотикам и к росту при низких ph теперь другое свойство липидов это они я говорил геометрическая форма их разные детальгенты такая инвентарь инвентирована и как бы коническая форма липиды с двумя хвостами образует цилиндр и белки и липиды у которых очень ненасыщенные жирной кислоты у них раз вот это вот площадь занимаемые хвостами намного больше головки и они могут образовывать мембране такие не бесслойные формы то есть или как от курвача это кривизна мембаки любит кривизна мембраны то есть все цилиндрической формы липиды образует без слой лиза липиды с одним хвостом образует крис положительной кривизной а все липиды которых геометрическая площадь хвостов намного больше головки обессловит не бесслой почему это важно здесь я попытался суммировать на слайде какие липиды образует инвертированный конус цилиндр и и инвер и обычный конус то есть вот смотрите лиза липиды дириент образует конус фастил холин сфин габи линфа стил серен фазнил тезитол кардиолепин фсфатидная кислота образует обычный бесслой фастилатоламин кардиолепин с кальцием фастил серен фри низких ph образует не бесслой почему это важно потому что я же говорил что это может образовываться разное то есть здесь позитивная кривизна здесь кривизна 0 а здесь кривизна здесь кривизна как отрицательная то есть они хвостами смотрят наружу это структуры были доказаны с помощью гемера анализа и когда скалы делались мембраны нам уже пора перерыв я сейчас закончить этой функции почему это важно потому что это чтобы мембрана и загнулась им нужны определенные соотношения липидов которые образуют без слой и которые имеют отрицательную кривизну это вопрос почему всегда все мембраны содержит определенную концентрацию не насыщенными хвостами небеслойными это 222 момента важны то есть есть переходы всем известны когда жидкокристаллическая ель если вы имеете смеси липидов то температуру фазового перехода сглажена то есть если вы имеете один липид с одним жирным кистом то эти переходами между между жидкокристаллическими они будут очень очень мгновенные ну что в живых бактериях там же нужна адаптация по разным условиям температуре к разным нужно чтобы от перехода были сглажены эту функцию исполняет вот липиды с разными жирно-киснотные составе что вот эта температура фазового перехода не шар она как раз размыта это позволяет бактериям адаптация адаптироваться к разным условиям но также чтобы во время клетки может изменять форму тогда просто и происходит перераспределение липидов между мина слоями то есть видите если два монослоя содержат и цилиндрические и конические липиды то это перераспределение липидов конической формы цилиндрической может обеспечить изменение формы мембраны и недавно как сейчас я говорят о трансляционной медицине до для меня это все непонятно мы сейчас тоже дар делаем традиционной медицины просто я занимаюсь трансляция белков это все такое трансляционно это конечно не трудно все еще и трансляционная но я считаю что все-таки фундаментальная наука имеет большее значение потому что если мы не будем знать с фундаментальными но рано или поздно мы не знаем что транслировать будет придет такой момент я сейчас ну что-то на транслировали с медициной а потом песка без этого что будет как и на санкту транслей вот но все равно мой офис находится соседней лабораторий который занимается формы ретроцитов мы начали интересную работу я я пытался от трансляционной медицины всегда так сказать хотя с финансированием сложно сейчас действительно традиционной медицины в америке поддерживать я же уже рассказывал то мы с разговаривали что мы читали лекции по общей биохимии там advanced biochemistry сейчас трансляционной медицины это обязательный курс во всех медицинских институтах америки вот известно что болезнь такое как она серповидной анемии да где эритроциты меняют форму ну вот для меня всегда загадка была почему они меняют форму конечно мутация это всем известно в гемоглобине единственными кислотой это генетическая аномалия когда известно что большой роли играет полимеризация белковых молекул гемоглобина но все равно мы предположили что что лиза липиды асимметрия должна участвовать в изменении формы также всегда вот это известно что если такая мутация обнаружена в серповидной анемии то это сопровождается когда как в органах там в тканях где меньше кислорода это также промотирует изменение формы эритроцитов и вот соседние лаборатории они где-то взяли но не кажется не сами делали мышь мутант мыши которые ну как бы формы гемоглобины вот эта мутация воссоздана в мыши и они много образуют таких эритроциты серповидной формы и отослали вот кровь из этих мышей компании которые так используют методы и мы масса спектроскопии и мэр в основном спектроскопии так за метаболомин то есть ты отдаешь кровь или что-то они вам дают вот такую вот карту где написано как вот например вы берете мышь кровь из мыши дикого типа и мыши которые вот этот цикл дизы из больная который мутация в этом голове и они дают вам вот эту map где вот это более красное значит это там меняется для такие то липиды нуклеотиды пептида сахара карбогетраты и вот когда они отдали сцене лаборатория на этот анализ оказалось что вот эти вот эритроциты которые серповидной они содержат очень много лиза фосфолипида вот видите вот здесь вот выделено вот они изменяются количество лиза фосфолипидов и архидоновой кислоты вот здесь увеличается вот значит предположили что там в этих лиза фосфолипиды как-то в изменении формы как-то участвуется но известно с 50-х годов что все клетки и бактерии и животных эритроцитов поддерживает что не любят лиза липиды то есть они обычно липиды появляются под действием фосфолипаза они тут же отсыл трансферозами оцеллируется опять в диацильные формы и так называемый ленд сайкл который существует и в бактериях и у кариотов и как видите эксперимент который был сделан то есть когда обработали обычные эритроциты разные концентрации лиза фосфолипиде в виде вот это больше и больше таких эритроцитов терповидной формы и мы предположили что этот лэн сайкл который отвечает за как репер за реоцелляцию эритроцитов нарушен за реоцелляцию липидов в эритроцитов нарушен и вот он лэн сайкл то есть если лиза липида образуется активируется фермент от сил трансфераза которые используют отсылку а и она диацильные формы липидов нормально липида мгновенно регенерируется и когда в этой мыши инактивировали вот фосфолипазу и ту которая ответственна за отщепление одной жирной кислотой и превращение диацильные формы липиды в лиза липида или оверэкспрессировали фермент вот этот сил трансфераза вот оказалось что эти как серповидные формы эритроцит их сильно уменьшилась то есть мы предположили в этой публикации вот недавно опубликованной что вот этот колиза липиды важны лиза липиды важны для изменения формы эритроцитов в этой болезни это первая наша такая попытка применить методы трансляционный меха медицины на практике также это то есть визикулы могут образовываться до эту формы подать полиморфные превращения липиды с разной формы геометрической формы очень важны ну и вот я закончу сейчас перерыв здесь вот показана эволюция зрение на разные биологические мембраны и вот я говорил самом начале лекции что теперь на мембрану смотрят как где липиды могут образовывать ансамбли как трансмембранные так и латерально то есть была видна концепция так называемый ровц я не знаю как даже по-русски нуравцы это когда образуются микродомены благодаря тому что липиды разной геометрической формы и сходных жирно-кислотных остатков по длине начинают агрегировать и образовывать вот такие домены обычно это образуется когда насыщенные жирные кислоты липиды там свингами и лин объединяются поскольку они имеют длинные жирно-кислотные хвосты и образуют эти ров часто эти раз стабилизируются холестерином чтобы поддерживать который как бы они так не насыщенные чтобы они вот не насыщены это насыщенные они насыщенные чтобы стабилизировать эти ровцы и часто ровцы содержат специальные белки которые участвуют в сигнальной функции ровцы были моделированы в лаборатории вот видите когда толщину без слоя изменяли измеряли вот когда просто смешали фастил холин со звенгами лена измерили толщину такая когда добавили 25 малярных процентов холестерола измерили толщину она видите увеличилась то есть ровцы были смоделированы в голландии в утрях и не весть в начале в эксперименте если даже их можно модулировать на компьютере если вы смешаете липиды с разными с длиной жирного кислотного хвоста и дадите компьютеру там когда эта система достигнет эквилибра на эквилибриум как равновесие вот такие ровцы образуются вот видите это компьютерной симуляции когда можно это на компьютеры функции ровц они могут участвовать как антенна поскольку позволяют как бы белкам выделяться на общем слое мембране участвует в переносе белков и формирование вирусов было показано что бактерии также могут образовывать домены из кардиолепина который так также позволяет липидов 1 геометрической формы пер кардиолепину образовывать такие домены когда они меняются вместе это было также показано на липосомах вот ну и закончив первую часть лекции я хочу сказать что некоторые функции клетки или даже могут полностью удовлетворены просто одними липидами даже без помощи белков какие-то функции это пермиобильности 1 проницаемость то есть нет много молекул как кислород могут проникать через мембрану вот это что способность липидов изменять кривизну позволяет клеткам менять форму или за липида в этом играют во и также электростатис электростатические свойства мембраны также могут обеспечиваться липидами с разным зарядом который очень важно для сворачивания белков о чем я расскажу завтра и вот я говорил что вот такие функции например кислород co2 бензин проходит через мембрану даже маленькие незаряженные море лекару хотя транспорт уже аминокислот глюкозы требует белков и также транспорт ионов обеспечивать специальными белками то есть в следующей лекции будет лекция намного короче я объясню как липиды и липид белковые взаимодействия важны для фолдинга белков и расскажу о основных принципов это взаимодействие белков и липидов чем можно на этом сделать перерыв я рад ответить на вопросы не только по моей лекции вторая лекция будет посвящена мембранным белкам я пытаюсь объяснить как они встраиваются и какую роль играют липид белковые взаимодействия встраивание белков я бы остановлюсь не только на встраиванию также на механизме как белки могут пересекать биологическую мембрану здесь я изобразил виды мембранных белков то мембранные белки могут пересекать мембрану один раз несколько раз такие белки называется монотопик такие называются поле топик мембран которые пересекают спин мембран many times также белки могут так называем периферические белки которые иногда даже связаны с мембраной эти белки модифицированные специфическим липидом который может заякоривать белок в мембране вот тут тут написано два примера вот этот пример это что часто белки взаимодействуют не прямо с липидами опосредованным белков белок белковыми взаимодействия ну вот тут тоже изображает схема что может положить лизины молекулы белка и две положительно заряжены аминокислоты кислой аминокислоты в молекулах в карджи а ржи них аргинины и лизин позволяют возобновить электростатические очень часто другой тип взаимодействия белков с мембраны можно обеспечиваться ароматическими им кислоты фенил ланином триптофаном и тирозином вообще принципе аминокислоты в белках очень интересны если они индол содержащие аминокислоты тирозин триптофан тирозин и фенил ланин у них электронное облако размыто в этом вот индольном кольце и они электро электро отрицательно заряжены и поэтому они могут взаимодействовать с положительным заряженными липидами как бы триптофан тирозин или триптофан тирозин и фенил ланин в белках могут взаимодействовать электростатически когда электронное облако в этих индольных аминокислотов взаимодействует или с цвета рионами на у него положительной заряженной амин есть или с лизином то есть может белки содержать ядрофомные микрослоты которым позволяется нарушить структуру бисло и встроиться прямо за счет с гидрофобности и как часто я говорю может быть модифицированный липид который позволяет белку заякориться в мембрану я уже пытался объяснить как происходит встраивание белка в мембрану то есть терминомически невыгодно белку встраиваться вот в такой такой форме вот потому что мембрана лишена воды там внутри мембранных нет воды а здесь если вот аминокислотная последовательность тут все окружено молекулой воды да то есть энтропия сестре с темы поскольку вода очень упорядоченная то есть и беспорядок интро 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 энтропийный фактор энтропий то есть то есть белку лучше образовывать какую-то форму как альфа-спираль и он тогда термодинамически выгодно его будет строиться мембрана то есть вот как он будет встраиваться как альфа-хеликс я не разрезал в гостинице эти как их телефонные провода или это я привез с собой это еще подумайте давля в гостинице живу порезал утром провода и вот то есть это объясняет один важный момент я читаю еще курс так называем биоконформатики на мои лет лекциях в пятнице я попытаюсь объяснить вот это слайд которые вы это биоконформатики как из первичной структуры белка первичной структуры свернуть белок во вторичную структуру и потом в третичную структуру не при не как не прибегая к методам кристаллографии вообще кристаллография белков от марат юсупов который вот с этим мы с ним работали в одно время впущены друзья в одно время приехали впущены он использует методы кристаллографии дешев белки кристаллизовать я не умоляю роль кристаллографии но у меня для меня опять же для термодинамики кристаллографии когда фиг крестик формируется кристалл это он формируется такую структуру белка который как лоу стенджи минимум то есть как вот белок сворачивается он он принимает лоу стенджи минимум как бы вот если там фанал скейпа фолдинга стоять как воронку то есть я об этом что вот воронка например да то есть белок вот диаметр этой воронки белок такой раскрученный форме потом когда он с ней и energy а здесь изображительные вот белок как по воронке вот так стекает и образовывает скрученную форму здесь это energy минимум просто термодинамической более выгодка белок кристаллизуется он тоже термодинамический он он в этой но это не значит что такая же форма белка существует живой мембране поэтому вот я начал развивать этот такой биоконформатику как это применение как из первичной структуры последователь при используя компьютерные те компьютерные алгоритмы предсказать вторичную структуру белка и третичную строй не прибегая кристаллическим методом и какие биохимические методы мы можем утилизировать чтобы показать динамику белков креста креста что чтобы он перед для мембранных белков чтобы показать как это белок работает с растворимое дело проще там можно мутациями и покажу там из двух структур можно сделать механизм для мембранных белков нужно можно для каждой стадии нужно сделать может 10 кристаллических кристаллических структур чтобы понять механизм это так когда вот некоторые вот я тоже шучу всегда конференции меня даже кто-то написал то great progress has been made от механизма стила нового то есть как вот когда вот много много работы сделали а механизм еще 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 не ясен то есть поэтому мне кажется надо использовать и креста и различные методы меда кристаллографии но также биохимические методы которые позволяют решить именно динамику динамик делаешь такую структуру во время кого фермент в мембране работает или трон трон который транспортирует что-то или там а то и фаза также это динамическую очень структуру которую кристальной структурой не решишь вот я говорил вот как вот теперь образуется в мембране структура то есть вот видите я говорил что все водородные связи должны быть удовлетворены образуется альфа-спираль это основная структурная единица мембран белков альфа-спираль потому что такой вот терминологически невыгодно встраивать и я написал это за кадрожен бондин битвин пептенба из максима из и в заполнике тачей force альфа-хеликс то есть альфа-хеликс вот это и это альфа кейс он терминологически выгодны тут второй фактор играет здесь покажет вот я уже говорил об этом что если белок раскручен и альфа-спираль то если он образует альфа-спираль то смотрите то есть энергия падает где-то тут было написано то есть чтобы ему встраиваться дельта g падает очень значительно это позволяет альфа-спирали спонтанно встроиться мембраны то есть это все встраивание она как бы из driven by thermodynamics of of protein lipid interaction то есть это все опять же вода гидрофобный эффект и образование альфа-структуры второй фактор который влияет на организации белков мембране это толщина мембраны как я говорил это толщина она фиксирована 21 стрим она может измерен электронной микроскопии и это было сделано уже 60-е годы вот структура вот она сколько нас теперь поскольку уже мы имеем фиксированную структуру альфа-спирали толщины то единственная возможность для этого для альфа-хеликса это и чтобы так сказать удовлетворить структуру без слоя вот смотрите если структура толщина без слоя 30 ангстрем а если мы примем во внимание что каждая аминокислота примерно 1 и 5 ангстрема на аминокислоту то 20 аминокислот нужно чтобы образовать альфа-хеликс через мембрану то есть вот этот строй структурный элемент белка в мембране тальфа-хеликс и толщина мембраны позволяет как минимум 20 аминокислотных остатков скрутиться чтобы образовать один спину то есть один вот домен который пересекает мембрану другой вид бета-беррел протеин они как это бабочонок или за там 10 аминокислот тоже не более как бы рыхлые там нужно 10 аминокислот потому что на аминокислоту приходится три ангстрема не нужно чтобы образовать чтобы пересечь толщину мембраны есть методы которые я буду рассказывать биоконформатики которые позволяют из первичной структуры на основе вот толщины мембраны количество аминокислот который пересекает мембраны и различных правил уже на компьютере предсказать как сколько раз белок пересекет пересечет толщину мембраны когда белок теперь белок не пересекает вот так вот раз два три четыре мембрана вот так да он обычно как бы бочонок бандал образует мембрану опять же термодинамически даже ему выгодно чтобы все никто не взаимодействует с водой чтобы это бочонок образовался и вот вот так если виться вид сверху сверху мембраны опять же если какие-то аминокислоты здесь выходят заряженные положительный заряд и сайт они должны быть убраны во внутрь мембране чтобы это была структура термодинамически выгодно то есть все гидрофобные остатки будут смотреть на оружие взаимодействие с гидрофобным слоем мембраны если к это отрицательные положительные заряжена не образует йонные свои связи внутри этого бочонка и все конечно все водородные связи внутри каждой спирали должны быть удовлетворены тоже то есть поэтому опять не только не только вторичная структура или укладка или топология бирков белков это сколько раз и в каком направлении белок пересекает мембрана но также как образуется третичная структура может быть предсказано с помощью компьютера я буду рассказывать в пятницу вот так буду рассказывать о них правил которые позволяют нам предсказать вторичную структуру и третичную структуру белка и как определить биохимические вторичную третичную структуру белка в мембраны уже просто известно правило которые уже позволяют знать распределение разных аминокислот и кислот которые смотрят на одну сторону мембраны на другое несколько правил которые позволяют при позитив инсайд рул который говорит о том что все положительно заряженные резина остатки миксер должны смотреть в заботическую сторону бактерии и укариот теперь я буду рассказывать о механизме встраивания белков мембране различает два основных механизмов один механизм это спонтанный когда никакая машина не нужна чтобы белок встраивался мембрана тогда просто белок меняет информацию и он может как например разные токсины коллицин токсины они встраиваются в мембрану много гемолизин дифтерин и токсин они встраиваются мембрана без помощи специальной машины или транслакона они просто изменяют конформацию этой служит движущей силой чтобы они строились в мембране большинство же белков встраивается пересекают мембрану с помощью специальной белковой машины это эта машина работает сходные у курятов и про курятов я просто сразу и я не буду говорить о детали придем ставят продемонстрируя механизм все белки которые секретируются через мембрану они синтезируются как предшественники которые которые вот то есть на рибосоме матричной рнк кодирует белок который содержит последовательность так называемый сигнал секвенс который потом будет отщеплена когда белок пересечет мембрану что происходит на первой стадии то есть белок синтезируется выходит из рибосомы сигнальный пептид и понимаете чтобы было если вы белок вышел из мембраны в таком вы из рибосомы в таком раскрученном виде вот видите он выходит до вышел а ему же надо еще мембрану строится он может как при матчуре фол фолдинг он может как я неправильно скрутиться потому что происходит чтобы трансляция остановилась здесь сигнальный пептид взаимодействует тогда сигнал рекогнейшн по сарпис и дал рекогнишн патикал и трансляция останавливается то есть блок трансляции происходит белок только показался первая функция сигнального пептида это остановить транс и трансляцию чтобы он не было при матчуре фолдинг потом когда с трансляция остановилась этот сигнал рекогнишн патикал и взаимодействие сигнал рекогнишн патикал рецепта когда это за действие произошло сигнальный пептидаза отщепляет здесь вот и произошло это реакция катализируется расщеплением gtr gtp gtf и белу трансляции блок трансляции снимается белок начинает через специальную пору которая образуется транслаконом я расскажу о чем пор начинает встраиваться в мембраны если белку надо пересечь мембраны он просто пересекает с ним устраивается он латерально из этого транслакон до выходит вот этот отщепляется и потом когда процесс закончился все распадается надо иметь в виду что обычно ни одна рибосома на матричные рынка сидит а это полисома и мгновенно много белков синтезируется и встраиваться мембране для еще такая машина работает в его только укариот что есть белки гликозилируется одновременно с транслакация это имеет две функции это как по стран слышен и модификация позволяет придать другую функцию белка и также если белок остается в мембране не транспорцирует цель это позволяет так сказать заякорить белок с одной стороны то есть это другой способ чтобы белок остался и остался заякоренными мембрана у бактерий механизм схожи только и специальный шаперон секби принимает также участие который предотвращает так сказать приматюры фолдинга этого но но вновь синтезированная белка вот эта машина называется транслакон она механизм очень сходен и у бактерию прикариот и его структура этого транслакона известно тут есть такой элемент молекул который предотвращает так называемые как я где он знает по-разному как бы плох то есть он может быть сигнальный пептид хидрофобный которые открывают эту как бы затычку это позволяет как иначе в пора мембране то есть из нее ион и шлют деполяризация мембраны бактерии поэтому это вот пробка такая которая в структуре создается который открывается сигнальным петпида позволяет белку или пересечь мембране или латерально вы выйти и встроиться в мембрану вот как это как бы вот это вот пробка отходит и белок встраивается в мембрана иначе бы ионы бы проникали мембрана была полнопроницаемость еще и такая большая поры и клетки были бы нижние жизнеспособны тоже показано как вот этот сигнальный петит открывает и белки выходят латерально как бы вот из из транс лакона вот как они выходят и встраиваются мембрану тут в общем то вот я уже рассказывал и что есть правило позитив инсайд ролл который позволяет белку принять правильная ориентация но это я буду рассказывать завтра и послезавтра о правилах которые позволяют белку принять определенной конференции в мембрана это существует несколько правил так называем позитив инсайд ролл когда белки ориентируются соответственно и на за кодом согласии зарядом разных доменов из чаш баланс рул я об этом тоже рассказывает как мембран мембранный потенциал участвует в ориентации белка и как липиды который работает как липы шопероны которые позволяют белку правильно свернуться и уложиться мембрану мембране вот недавно когда стали крест кристальный строк как как креста хавер и зал ну как электрон когда или электронными кристаллография достигла большего разрешения было очень начали уже видите липиды в структуре белков то есть обычно но это для меня и почему еще во первых когда ты экстрагируешь белок из мембраны для кристаллизации ты используешь не нинон и йонный детергент как я говорил и эти часто ниньонные детергенты они замещают липиды поэтому структуру который ты получаешь там вместо липида детергент сидит поэтому это тоже не всегда позволяет сказать что это струк структура твоя которую ты получил нативные но тем не менее уже многие структуры мы позволили разрешить структуре и кардиолепины в стилглиционер инфос дилэтаноламин какова функция их я попытаюсь объяснить какая функция этих прочно связанных липидов которые даже не замещены детергентом вот видите электронная плотность липида в мембране они вот разрешены в структуре и может быть кардиолепин и когда были вот это первое за хрома оксидазе липиды разрешены было предположено что кардиолепин который может связывать протоны и участвует функции этого фермента фастилтоноламин был также найден найден мембране как я уже говорил стилтоноламин он имеет этаноламинную группу группу положительные заряженные которые может взаимодействовать с индольными и образы или образовывать гидрофобной связи или с ароматическими вот видите индольными группы и образует катион по интеракшн это катион это значит амин это катиона по это электроны вот в этих индольных группах они представляются электронные облака которые могут взаимодействовать которые могут взаимодействовать с положительной заряженной головках сделать амин а одна из функций это прочно связанных липидов это позволять двум доме двум субъедницам взаимодействовать и прочно существовать к существовать с друг другу так например из секцинает до гидрогеназе и белке фотосистемы фотосистемы 2 было показано что или гликолепида и галакта да и сил глицерол он позволяет двум с их субъединицам прочно существовать с друг другом если нет этого между в этих интерфейсах этого липида это 2 2 субъединиться разваливаться это два белка с этим как сукцинат до гидрогеназа который кардиолепин реква это белок фотосистемы 2 который реквает который для существования в димерной формы не священны нужны гликолепиды в структурах это было показано что вот хвост взаимодействует с гидрофобными вот это хвост липида завоясь хидрофобными и ароматическими кислотные оголовки вступают связи водородные связи с заряженными аминокислотами здесь пример здесь вот как раз секвенцию белка и показано что например с хвостом с хвостом вот головка взаимодействует в полярные образует водородные связи а хвост взаимодействует с винил ланинами и другими гидрофобными кислотами вот ну и для меня всегда как я говорил липиды но они как люди дадут них разные головки разные хвосты они ведут себя социально очень хорошо как я говорил они образуют ансамбли вместе потом они как люди имеют двойную жизнь они могут как образовывать мембраны работать как липошапероны то есть двойная действительно жизнь липидов и участвовать в сворачивании белков ну вот наверно этом я закончу и в следующей лекции я буду рассказывать как липиды работает как липошапероны и участвует принимает активную роль сворачивание белков мы открыли эту функцию в двенадцать шестом году когда мы нашли новый метод как как адресовать эту роль липидов то есть этот метод до сих пор уникальный он называется eastern western то есть когда мы начали сканировать разные либиды по возможность свернуть белку я расскажу об этих новых методах завтра который будет посвящена сборке фолдингу мембранных белков и участие липидов в нем все спасибо какие вопросы я могу ответить